Доброго времени суток, дорогие земляне! В сегодняшнем видео я бы хотела поговорить о росте и развитии молочных желез у трансгендерных персон, которые проходят феминизирующую гормональную терапию. Уточню, что в данном ролике речь пойдет о тех из вас, кто начинает свою терапию в постпубертатный период. Все ссылки на исследования, приведенные и использованные в этом ролике, будут оставлены в описании. Также поделюсь своим личным опытом роста и развития вот этого. Хотелось бы начать с того, что данный ролик мне дался нелегко. Информация, которую я собрала, может быть для кого-то не очень приятной. Однако, мне бы хотелось делиться со своими подписчиками достоверной информацией. И поэтому передо мной встала дилемма. С одной стороны, достоверность информации, а с другой стороны, страх разочаровать свою аудиторию. Ведь все мы надеемся в начале терапии, что эффект будет максимально чудесным, удивительным и что это изменит нашу жизнь. Ну а за сим начнем. Хочется сказать, что для нашей культуры характерно рассматривание женского тела с эстетической точки зрения, с эстетической стороны. И молочные железы, и грудь в этом смысле не исключение. Поэтому наличие видимой развитой груди является явным феминным маркером. И следовательно, для большинства трансфеминых людей достижение максимального развития груди является желанной целью. Говоря о научных данных, на которые я опиралась при создании данного видео, хочется сказать, что данных не очень много. Они неполные и иногда противоречивы. Поэтому утверждать, что они однозначно верны, нельзя. Однако, исходя из того, что говорят исследования, можно сделать вывод, что ЗГТ начатое посткубертат, то есть где-то в промежуток от 16 до 18 лет и позже, не приводит к полному формированию молочных желез, аналогичному у цисгендерных женщин. Также хотелось бы привести пример, чтобы исследования, в которых измерительной шкалой являлась градация Таннера, Возвисие молочных желез у большинства трансгендерных девушек оценивалось как третья стадия и редко четвертая или пятая, то есть реже получался вот такой результат. Этот факт подтверждается тем, что в зарубежных странах трансдевушки, которые получали блокаторы мальчикового пубертата и начинали ЗГТ в более раннем возрасте, отращивали свои сиськи так же, как и их цисгендерные сверстницы. Также есть основания полагать, что ввиду анатомических особенностей грудной клетки, развивающейся в процессе мальчикового пубертата, молочные железы визуально могут выглядеть меньше и располагаться дальше друг от друга. Этот момент подтверждается пластическими хирургами, так как у трансгендерных пациенток чаще выбираются импланты с более широкими основаниями и более крупных размеров. К слову, это же характерно и для цисгендерных женщин, высоких или крупных. То же самое, пластические хирурги ставят больше размер импланта и в итоге получается нормальная, не огромная грудь. Ну и наконец, также есть основания полагать, что высокие дозы эстрогенов в начале гормональной заместительной терапии, в постпубертатном периоде, могут приводить к преждевременному формированию молочных желез и остановке их развития. Это важно для тех из вас, кто начинает гормональную терапию самостоятельно. Врачи не рекомендуют начинать терапию с высоких дозировок. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что по статистике большинство трансгендерных женщин прибегают к мамопластике увеличивающей. Хотелось бы добавить, что субъективно большинство пациенток сообщали о увеличении удовлетворенности своим телом и внешним видом в целом. Ну что ж, вот такие вот научные данные. Хочется сказать, что выборка, количество человек, принимавших участие, но не такое уж большое, почти, как моя аудитория на этом канале. В связи с этим у меня есть для вас предложение. Сейчас на экране вы увидите картинку, как проводились замеры. По целевой группе. Сделайте замеры и напишите, какая у вас получилась разница в обхватах между обхватом по груди и под грудью. И также напишите свой срок гормональной заместительной терапии. Давайте составим свою статистику. И если данных будет достаточное количество, я сделаю сводный ролик. А сейчас я поделюсь моим опытом в этом вопросе. Хотелось бы сказать, что первые какие-то результаты гормональной терапии я заметила на себе достаточно быстро, с одной стороны. Но, с другой стороны, и не то, чтобы достаточно быстро. Зуд и всякие уплотнения появились в течение первых трех месяцев. А к первому полугодию я уже могла носить бюстгальтер и пуш-ап. Такие достаточно бронебойные пуш-апы, но они, в принципе, уже смотрелись на мне нормально. При этом никаких экстра болевых ощущений я не испытывала до рокового момента. Где-то на девятом месяце моей терапии, перед сном, вот примерно, да, на девятом месяце перед сном, я ложилась спать и перевернулась на бок. И это была моя огромная ошибка, потому что у меня пронзила такая острая боль, что я подумала поначалу, что у меня ребро сломалось, что я его сломала и не заметила. Эти острые ощущения продолжали пребывать со мной несколько недель, потом все успокоилось потихонечку. Болевые ощущения были такого свойства. Я не могла ложиться на бок, мне было дискомфортно поднимать руки на уровень груди, мне было дискомфортно в подмышках, то есть мне было неудобно носить бюстгальтер, и без бюстгальтера мне тоже было некомфортно. И, в общем, было мне очень приятно, и да, я скажу, что мне было очень страшно, я думала, что что-то пошло не так. К тому же меня как раз напугала моя узистка, она не была профессионалом в работе с трансгендерными пациентками, и она меня напугала, сказала, что ну да, там лимфоузлы увеличены, но об этом чуть позже расскажу. И вот к первому году у меня, в принципе, уже была какая-то зона декольте, даже без белья. В одежде грудь была видна. Далее, в течение второго года, их конкретных изменений не происходило. Грудь то увеличивалась, то уменьшалась, порой она уходила совсем под ноль, ну, прям очень плоско была, с набором и сбрасыванием веса. Недавний эпизод, который со мной произошел, хотелось бы на нем заострить внимание, произошел полгода назад, прошлой осенью. Вот вы когда-нибудь получали такие достаточно обширные гематомы, сильные синяки, такие набухшие, отекшие, подкожные, прям вот смешные, болючие. Вот в какой-то момент хотелось бы сказать, что грудь вообще имеет свойство периодически набухать. В течение вообще всей жизни она то набухает, то немножко как-то расслабляется, то она более чувствительная, то она ничего не чувствует. То есть эти периоды, они как-то не выделяются, просто периодически, бывает, набухают и побаливают грудью, это ничего страшного. Но полгода назад набухание пошло дальше. И вот моя грудь превратилась, вся моя грудь полностью превратилась в один такой синяк. Прикасаться было больно даже к коже. То есть вот ты ведешь, ты даже не надавливаешь, но тебе уже дискомфортно. И в этот период я подружилась со спортивным бюстгальтером, который полностью фиксировал мою грудь. Я носила его почти постоянно. Принимала обезболивающий, надевала бюстгальтер и шла. Ну, вот такие вот у меня субъективные ощущения. На данном этапе я могу сказать, что сейчас грудь болезненная. Возможно, это связано с добавлением в мою терапию нового препарата. Но это для другого роли. Это что касалось субъективных данных, субъективных моих личных ощущений. А теперь хотелось бы поговорить о вещах более материальных. Каждые полгода, как и советуют врачи, я проходила УЗИ молочных желез. И вот что, какую информацию я получила на основании своих обследований. Молочная железа не особо сильно менялась в размере после первого года, я бы сказала. Менялась скорее форма. А вот что менялось, это соотношение фиброзной, жировой и железистых тканей. В первый год фиброзная ткань преобладала. И было немножко железистой ткани. Жировой ткани не было. Ко второму году нарастала железистая ткань. Я думаю, что фиброзная ткань не уходила совсем. Ее не становилось меньше. Я думаю, что просто на фоне развивающейся железы в проценте она как бы выигрывала в пропорции. По отношению к фиброзной. И последние данные говорят о том, что жировая ткань тоже начинает набираться потихоньку, но основу груди составляют железистая ткань. И уже потом жировая и фиброзная. Как мне объясняла моя врач, что значит фиброзная ткань. Представьте себе апельсиновую дольку. И эта апельсиновая долька имеет толстые белесые прожилки. Вот эти белесые прожилки, они являются аналогией к фиброзной ткани. Постепенно с процессом созревания молочной железы фиброзные стенки, фиброзные ткани могут становиться тоньше. Тогда как железистая ткань, гранулы с соком в этой аналогии, они разрастаются, их количество увеличивается, их площадь растет. И получается, что процентное соотношение таким образом меняется. Также мне бы хотелось сообщить о своих результатах. В данном видео я сознательно не надела никакого нижнего белья. И хочу сказать, что мой результат по статистике исследования, которое я использую, разница измерений по ореоле и под грудью составляет где-то 15 см. что соответствует чашке А с половиной, между первой и вторым размером. Вот так вот. Однако, нужно не забывать, что в принципе от бренда к бренду чашки различаются, что если в одном бренде мне тесно в чашке Б, то в другом бренде мне может быть свободно в чашке А. Это абсолютно нормально. И здесь мы говорим о конкретной шкале, приведенной в данном исследовании. Также важно, мне кажется, сказать, что левая грудь значительно, ну достаточно заметно меньше, чем правая. И что тоже абсолютно нормально. Ничего в этом страшного нет. Если вы такое у себя замечаете, знаете, разные сиськи означают, что у вас есть сиськи. И может быть такой вот момент. Вы можете заметить, что на ваших орелах появились пузырьки, чем-то напоминающие, может быть, какие-то прыщички, которые ни в коем случае не нужно давить, не нужно ничего выковыривать. Это узелки Монтгомери. Они являются видоизмененными сальными железами и в принципе являются нормальной структурой. При молочной железе как бы ничего не нужно делать, никаких выдавливаний, потому что есть возможность повредить какую-то там ткань, повредить кожу, получить воспаление, маститы, проблемы с молочными железами, что может повлиять на их развитие. Так что, пожалуйста, не нужно там ничего себе повырять. Если вдруг что-то у себя необычное нашли, обращаемся к доктору, доктор вам всё расскажет. Данные узелки являются абсолютной нормой. У меня вот с процессом роста груди их стало больше. Подводя итоги этого видео, хотелось бы сказать, что несмотря на неутешительные результаты исследований, это не повод отказываться от гормональной терапии, так как большинство трансгендерных девушек, несмотря на неудовлетворенность формой или размером груди, всё равно сообщали о значительном облегчении телесной дисфории. Однако же, если вы мечтаете о больших формах, о пышных формах, это повод задуматься о пластической хирургии. Ну а на это видео у меня для вас всё. Спасибо, что были со мной. Делитесь этим видео с друзьями. И до скорых встреч! Мяу!